Дорожаемые друзья и коллеги, добрый день! Сегодня хотим вам представить два самых популярных погрузчика Lugong 835H, но только двух комплектаций. Слева представлена машина в обычной комплектации, самая продаваемая, и справа машина, которая редко заводится в Россию, которая стоит в два раза дороже, чем похожая на нее с виду, но другая по функционалу, это Lugong 835H Agri в максимальной комплектации. Давайте рассмотрим, чем же эти машины отличаются и почему эта машина в два раза дороже. Сначала начнем рассматривать самую продаваемую комплектацию. Lugong 835H, красивый, современный, с ковшом 2 куба, цельно откидным капотом, который снабжены в принципе все машины Lugong. Данная машина комплектуется несколькими видами стрел, то есть стрел имеется в виду по длине, для разных работ. Ковш установлен в два куба для стройки, то есть усиленный, из толстого металла. Посмотрите, все наварки, все места усиления, зубья на болтах, снимаются, вместо него ставится кромка, при необходимости. В стандартной комплектации она идет с зубьями. Ну, если хотите, по желанию клиента можно установить и кромку, в зависимости на каком объекте работает. Данный погрузчик также комплектуется еще третьей гидролинией для работы навесного оборудования, либо быстросъемного устройства. Можно перекидывать. Но эта модель, она самая простая, она без гидролинии. Гидролиния крепится, вот сюда идут магистрали гидравлики, которые подключаются навесное оборудование. Передний мост на данной машине, имея дисковые тормоза, убранные в колесные диски, что исключает и повреждения. Дифференциал свободный, мега надежный, как автомат Калашникова, проверенный годами производства люгон. Место сочленения достаточно прочное. В принципе, все надежно. Эта машина больше сделана для движения, для V-образной погрузки по более-менее ровной поверхности, где нет сильной нагрузки на скручивание самого сочленения, потому что в фронтальном погрузчике это самое страдающее место. Место сочленения верхнее и нижнее. Кстати, угол сочленения у этой машины равен 40 градусам. То есть это самая поворотливая конструкция. На данном погрузчике установлена коробка, модель с запатентованным гидротрансформатором и обгонной муфтой, которая позволяет без участия оператора использовать пониженную повышенную передачу. Под кабиной здесь спрятался шестеренчатый насос. В принципе, эта конструкция повсеместная, поэтому здесь ничего особенного нет. Если мы заглянем под нижнюю часть погрузчика, то есть под его раму, мы не увидим никаких свисающих элементов. То есть дно полностью защищено от каких-либо повреждений рамой. Вся конструкция, она убрана во внутрь рамы, то есть повреждения тоже исключены. Никаких свисающих элементов нет. Сзади установлен также стандартный мост с дисковыми тормозами, также убранный в колесные диски. Дифференциал свободный, такой же как передний, производство люгон. Сзади установлен противовес с достаточно хорошим углом свеса, то есть даже на предельных уклонах он им не цепляет. Но при него тут рассказывать особо нечего. Давайте пойдем вот сюда. Сзади установлен топливный бак 140 литров, то есть он спрятан под капотом, капот закрывается на замок при желании. В баке установлена сеточка. Для более качественного доступа к двигателю здесь установлены такие лючки и слева, и справа, которые откидываются и в принципе дают полный доступ ко всему подкапотному пространству. То есть боковым различным элементам, которые висят на двигателе. Расскажем о двигателе. Данная комплектация, она имеет двигатель U-Chai, 125 лошадей, евро 2, то есть обычная, обычная ТНВД может в принципе потреблять любую солярку. Этот двигатель устанавливается достаточно давно и испытан, проверен, тяговит и в принципе ремонтопригоден. Двигатель хороший, устанавливается на большинстве погрузчиков. С этой стороны выключатель масса расположен, то есть в принципе удобно он выключается из лючка капота. Радиаторы сделаны очень грамотно, как и в принципе у всех погрузчиков люгонка, они раздельные, они не соединены вместе, то есть если у вас один радиатор выходит из строя, вам не нужно их менять, то есть вы меняете только одну секцию. Они не соединены вместе, то есть какая секция вышла из строя, такую и меняете. Капот снабжен вот таким вот засовом, не боюсь этого слова, достаточно прочным, который исключит его произвольное открывание. В этой нише должна, ну то есть возможно установить опционально камеру, здесь сделана такая решетка, достаточно красиво, все изящно, с великолепным лейблом люгонка. Если мы откроем капот, кстати, сверху этот пластиковый капот защищен, вернее подкапотное пространство защищены защитной решеткой, то есть если вдруг что-то сверху упадет, оно повредит только капот. Капот легко ремонтируется стеклотканью и красится, то есть это не проблема. Решетка защитит от падающих сверху предметов. Теперь посмотрим, что же в кабине, в кабине оператора. Давайте вкратце пробежимся по особенностям, которые есть в салоне оператора. Регулируемая рулевая колонка, вверх-вниз, селектор переключения передач, вспомогательные кнопочки, аварийка, стеклоочистители, фары, фонари, фонари на стреле, боковой панели, также размещены различные клавиши, сверху в нише, в мягенькой, магнитола, кондиционер, сверху стереоколонки, с передней части шторка, складываются, откидываются, зеркало, лампочки, в задней части также шторка солнцезащитная, стекло имеет обогрев, щетку. Стоит отметить, что вся кабина снабжена обдувом, то есть и сзади обдув, и спереди на стекла, слева-справа, то есть в принципе машинисту здесь очень комфортно. Справа форточка, джойстик, подлокотничек, сидение удобное, подпружиненное, все в принципе очень хорошо. По задним лючком традиционно расположились предохранители и блок-реле, то есть в принципе в доступе, если что электрик сюда может залезть и прозвонить, место здесь позволяет. Вся проводочка убрана в рукава, то есть все в принципе очень грамотно сделано. С левой стороны обычный пневморучник, который управляет пневматикой. С правой стороны, а вернее с левой, здесь подстаканничек для оператора. Все в принципе очень удобно, даже для высокого человека, как я, в принципе места очень много. Кстати, вот здесь тоже есть воздушные каналы, которые дуют в ноги. Здесь спереди. В общем, сделано, чтобы оператору было достаточно комфортно и ничто его не отвлекало от работы. В принципе, стандартное управление, ну, если не говорим о точности, потому что здесь сделано в принципе очень точное управление и здесь есть система как плавающее положение ковша и сейчас просто машина не заведена, поэтому это нельзя показать. Он примагничивается. Примагничивается вперед джойстик и ковш под своим весом он плавает при работе. Когда вы идете по грунту, чтобы он не брал лишнего, он плавает под своим весом, то есть в принципе собирая сверху неровности. Вот. Также есть здесь верхнее и нижнее положение стрелы. Они зачем нужны? При V-образной погрузке, когда он ей вперед-назад, вперед-назад, то есть здесь отрегулирована, например, высота подъема ковша и нижняя точка ковша. То есть дальше этих точек сама стрела не поднимется и не опустится. Это нужно для чего? Для того, чтобы оператор, когда он занимается V-образной погрузкой, занимался рулением машины, не смотрел, насколько он поднял ковш или не поднял. Для этого джойстик примагничивается назад и он едет наверх, пока оператор рулит, собственно говоря, управляя движением. Как только он доходит до определенной точки, джойстик отщелкивается, ну и все, собственно говоря, оператору нужно только вывалить. Зачем это сделано? Чтобы экономить время, естественно, силы оператора и непосредственно не поднимать ковш выше нужного уровня или ниже, потом ловить его. То есть это, в принципе, экономит время и делает быстрее погрузку. Данный погрузчик, как и большинство люгонг, он оснащен безопасной кабиной, называется ROBS-FOBS, то есть ее задача это спасти оператора, если вдруг машина перевернется, погрузчики бывают, что переворачиваются, либо на него падет сверху тяжелый предмет и в кабине устанавливается каркас безопасности, который не даст этому тяжелому предмету промять крышу, то есть смять кабину и повредить оператора. Нет, ничего не будет, он выдерживает достаточно большой вес, по моим критическим там в районе 5 тонн. На крыше с передней части два фонаря, достаточно больших, галогеновых, с задней части также два больших галогеновых фонаря плюс маячок. Вот такой вот маяк, который из транспортного положения переворачивается вверх, ну и, собственно говоря, выполняет свою функцию сигнализации. Стоит отметить, что сейчас практически все погрузчики и вся техника, которую выпускает «Люгонг», она снабжена системой «Т-Бокс», это система мониторинга, система позиционирования, система установлена в штате практически на всех погрузчиках, в экскаваторах и всей технике «Люгонг». Прошу обратить внимание на несколько важных моментов. Российский рынок потребляет простые трехтонные погрузчики без модных решений и систем. Рынку нужна простая и надежная рабочая лошадка. Именно по этой причине на наш рынок мы завозим только стандартные простые машины. Вопрос самый важный в цене. До 24 февраля 90% рынка занимали китайские погрузчики и ничего в целом не изменилось, кроме оставшихся 10%, которые приходились на западные бренды. Ну, известные всем «Катерпиллер», «Джи Си Би», «Джон Дир» и так далее. На сегодняшний день замесить эти 10% может только «Люгонг». Далее мы разберем почему. То, что мы завозим на наш рынок простые погрузчики, нет, просто наш рынок и их потребляет. Также завод «Люгонг» делает погрузчики, которые не делает ни один китайский производитель. С виду точно такой же, но по оснастке совершенно другое. Это машина для тяжелейших условий работ. Оснащенная о чем она оснащена, я вам сейчас расскажу. Давайте посмотрим, что же за зверь установлен здесь под капотом. Установлен двигатель «Каменс». Двигатель «Каменс» системой «Коммун Рейл». Да, вы, возможно, скажете о том, что «Коммун Рейл» это капризная система, но если мы вспомним, что все известные производители, которые были на нашем рынке, они все снабжали свои машины именно двигателями «Коммун Рейл», такой системой, которая экономит в год в районе 15% от общих расходов на топливо. Это не маленькая цифра. Двигатель «Каменс» снабжен промежуточным охлаждением воздуха, то есть установлен интеркуллер, который охлаждает непосредственно воздух, который поступает в камеру сгорания для его плотности. Но поскольку это двигатель более сложный, более современный, здесь установлен вот такой вот реверсивный вентилятор, который охлаждает этот мотор. Радиаторы традиционно все раздельные, не перекрывают друг друга, то есть реверсивный радиатор, функция, то что он может его и назад, и вперед, это и для охлаждения, и для продувки непосредственно радиаторов. Вот такие вот замечательные крылья откидные, то есть они позволяют иметь доступ непосредственно к двигателю. Крылья ограничиваются вот таким вот ограничителем, ну не будем его вставлять, понятно, то есть все продумано. АКПП установлено немецкого производителя ZF 158-я модель, тоже всем известная, она проверенная временем, безотказная, с гигантским сроком службы. Четыре передачи вперед, три назад. Традиционно для ZF многовальные. Кстати, эти машины отличаются насосами также. Если на обычной версии стоит обычный шестереный один насос, то здесь можно посмотреть два. Норолевое управление тоже отдельный. Помимо коробки установлены мосты. Мосты на этой модели установлены мокрые. Производство совместное ZF совместно с заводом люгонг. Они не имеют никаких внешних трущихся элементов, то есть тормоза убраны непосредственно в сам чулок. Отсчитывается в автоматическом режиме по сравнению с обычной моделью намного сильнее, намного жестче, намного приятнее, намного отзывчивее и в то же время у них срок службы более продолжительны. Мосты необслуживаемые, сделаны специально под эту конструкцию погрузчика. Посмотрите, насколько отличаются ступицы. Какая ступица на этом погрузчике и какая ступица на обычной модели. Она отличается в два раза. Данные мокрые мосты, они имеют дифференциал ограниченного трения с блокировкой дифференциала в автоматическом режиме. То есть эта блокировка позволяет в автоматическом режиме набирать больше породы в ковш без пробуксовки колес, тем самым экономили резину. Если вы думали о том, что машина с этим дифференциалом может ползать по грязи, да, она может это делать, проходимость, конечно же, увеличилась, но больше всего, то есть для чего создан этот дифференциал, это для того, чтобы он эффективнее набирал породу в ковш, чтобы колеса не прокручивались, не пробуксовывали, тем самым экономили резину так же. Колеса установлены стандартные по размеру 17,5-25 L3 производства Armour. Резина качественная, одна, наверное, из самых дорогих. Если мы посмотрим на место сочленения, то увидим, что оно отличается от обычной версии, то есть эта машина создана для работы в тяжелых условиях, также и в карьерных. Низ погрузчика также не имеет свисающих элементов, то есть ничто не повредит само днище и никакие узлы агрегата. Стрела у двух погрузчиков практически та же самая. На этой стреле установлена третья гидролиния, который подключен сейчас в данном случае, это заводской квикаплер. Квикаплер это по-русски быстросъем. Быстросъемное устройство гидравлическое. То есть машинисту нужно нажать на джойстик и этот механический элемент он даст возможность освободить ковш для перецепления к другому навесному оборудованию. Щетки от валу, ну и какие там придуманы для фронтальных погрузчиков, они практически все будут работать. Если мы посмотрим на фонари, то в принципе нижние фонари основные, они не изменились, но наверху на крыше уже стоят диодные фары для карьерных условий. Они имеют особый допуск, то есть особую яркость. Это дорогие фонари, которые устанавливает Легонг в штате. Зеркала с обогревом, также верхняя безопасность или поручень, на которой закреплены также задние LED-фары. Ну, поскольку машина более современная, здесь немножечко компоненты также изменены. Здесь находится измененная лесенка, не такая, как на стандартной версия. Посмотрим, чем же отличается он внутри. Здесь также музыка, также шторка, магнитола. Ага, уже стоит климатическая установка. То есть, здесь можно выставить температуру, какую необходимо, и он будет поддерживать. Изменена боковая панель. Вот здесь появился монитор, сигнализатор основных дополнительных процессов, что нету на обычной версии. Колонка также регулируется по высоте. Селектор АКПП, поскольку здесь ZF, он уже другой. Здесь автоматическая коробка, которая непосредственно переключается вот таким вот образом. То есть, включили вперед, и дальше убираете на селекторе передачу, какая необходима, и он ее включает в автоматическом режиме. Это современная конструкция, которая очень надежная и очень удобная. Правый селектор, в принципе, такой же. Джойстик. Джойстик другой. Джойстик отличается. Вот кнопочка сверху FNR. FNR это переключение на ZF вперед-назад. То есть, можно переключать движение вперед-назад только этой кнопочкой. Джойстик более информативный, более удобный, чувствуется более дорогой. С правой стороны есть также джойстик, это для гидролинии. С правой стороны здесь перечной тормоз. Форточка. Ну, в целом, в основном, все остальное точно такое же. Также блок предохранителей. Наверное, как бы будет вопрос, а где же дисплей и камера заднего вида? Конечно же, она максимальная комплектация должна быть, и она будет установлена вот здесь, дисплей, с этой стороны, а в задней части капота камера. Сейчас инженеры будут дооснащать эту машину. Что еще можем сказать про нее? Воздуховоды такие же, в принципе, в ноги, на водителя, обдув лобового стекла, в принципе, все сделано хорошо. вот такой вот информативная информативная панель. Сама приборная панель, она отличается тоже от стандартного образца, незначительно, но тем не менее. То есть, вот здесь мы можем видеть, какие обороты у двигателя. поскольку машина более современная, оснащена различными современными примочками, то, естественно, формативность должна быть тоже на высоте. Кабина также безопасная, сертифицированная по ИСО, то есть, от падения, от переворота оператор защищен полностью. вид, обзор превосходный. Никакие боковые стойки не ограничивают его. То есть, стекло имеет стекла вместе соединения, имеют расстояние соединения вот с палец. Палец что такое? Ну, полтора сантиметра. То есть, нету стойек, ограничивающих обзор оператору. Зеркала великолепные, большие, с обогревом. КПП ЗТФ отличается непосредственно селектором переключения, потому что она полностью автоматическая. Селектор переключения работает, например, включили на переднюю передачу и дальше крутим, вот здесь выбирая передачу непосредственно селектором. Все очень удобно, это задняя передача, все точно так же. Три назад, четыре вперед. Друзья и коллеги, ну вот, собственно говоря, два этих супер-погрузчика, которые, в принципе, выполняют практически одну и ту же задачу, но при всем при этом, стандартный вариант машины, тоже работоспособен, выполняет все тяжелейшие задачи и наиболее востребован на рынке РФ. На самом деле, почему эта машина такая, почему это такая, какой покупатель? Покупателей много. Собственно говоря, люгонг предоставляет на выбор. Ни один китаец не предоставляет такого. Люгонг предоставляет. Если вы хотите машину для определенных работ, то есть, которая будет побыстрее, которая дольше будет работать, на которой больше будет КТГ и меньше затрат на обслуживание по времени, это непосредственно 835 Макс с двигателем Каменс, коробкой ЗТФ, мокрыми, не обслуживаемыми мостами. Либо обычная версия с двигателем ЮЧАЙ, обычными сухими мостами с дисками и тормозами и коробкой Люгонг, которая также высокотехнологична и не менее долговечна, чем, ну, при должном обслуживании, конечно, чем и все остальные конструкции, которые предоставляют непосредственно Люгонг для машин. Машина сделана для тяжелейших работ и условий. Выбирайте вам, какая вам нравится. Вот это вот модное с откидными крыльями с мокрыми тормозами, либо обычная рабочая лошадка, которая в основном востребована практически в большинстве у нашего российского пользователя. Друзья, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, будем рады вас видеть в наших читателях, в друзьях. Нажимайте лайк. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok